Друзья, всем здорова! Вы на канале Никита Крылова. Я, значит, тут решил немного пройти курс лечения. Вот, лекарство мне называется пофигин, средство от нервов, назначается без рецептов, с экстрактом узбогаина. Так, сейчас посмотрим, что у нас внутри. Ой, телефон держу и пытаюсь лекарства достать. Ага, вот, интересненькая вот такая у нас получается ситуация. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы все было хорошо. Как же жизнь меня довела до такого? Тур, значит, мы с Юлей выбираем. Вот, и не можем никак выбрать. Куда тур выбираем? Это мы тоже не можем никак выбрать. Вот в чем вся беда у нас. Чай все-то турецкий, вкусный. Надо, значит, за чаем еще ехать. Пойдем, сейчас у нас тут идет распаковка. Так, что мы тут с Юлей распаковываем? Постельное белье. Постельное белье. Новенькое, хорошенькое. Это новогодний подарок. У родителей моих под елочкой нашли. Юля выиграла в лотерею. Это ты выиграла, да, тогда? А. Да. Ну, фабричная. Вот. Ладненько. Сдадим. Сдадим в прачечную сейчас. В машину называется. В машинку. Ты показываешь комплект какой, да? Так. Хозяюшки милые, оцените, пожалуйста. Сто процентный хлопок. Все. Отличненько. Супер. Супер-пупер. Ну, все. В общем, постирать и можно спокойно, это самое, спокойно спать уже на белье. Так вот, что же касается тура. Короче говоря, у нас, ну, у меня лично такое состояние, как у какого-то бегуна на 100 метров. Вот такой стоишь на старте и думаешь, куда бы, куда, 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 ну, точнее, куда, ты вроде... Ой, ой, сейчас мне просто как бегуна, как-то тут, трендюля. Ты думаешь, вот уже пора, пора, пора уже скоро бежать. Вот. Ну, все, ждешь, когда уже в пистоле стартовый выстрелит. И главное, не знаешь пока что направление, куда это точно делать. Потому что мы думаем недалеко для начала слетать. Да? Вроде так думаем же? Ну, да. Да, вроде так. Почему далеко пока что не думаем? У нас возможно, возможно, мы немного позже слетаем в Таиланд с друзьями. Возможно. У нас все на уровне возможно пока что. Поэтому мы, собственно, в таком подвешенном состоянии. Возможно. А возможно, не полетим. В общем, мы ждем решения. Не от нас это зависит, в том числе. Потом мы еще, возможно, думаем, поедем в Египет. Вот. Тоже так, ну, так намечаясь, я бы сказал. Поэтому думаешь, ну, Египет это недалеко. Талант это далеко. Куда еще недалеко слетать? Остается Эмираты. Интереснейшее направление. Вообще, Эмираты это классное направление. Но нам оно не подходит пока что. Я думаю, вы понимаете почему. Потому что мы только-только... Ой, какой вкусный турецкий чай. Только-только оттуда. Ну, вот остается Турция. Турция, думаешь, на море. Можно сейчас поулететь в Анталию, в Аланию, по-моему. В общем, я просто только в Анталии. Был в Аланию или Анталия, был написано. И на двоих это все удовольствие стоило примерно... 200... Примерно 250 баксов. Представляете? С перелетом. Насчет питания я даже не посмотрел. С перелетом, с проживанием где-то. В каком-то отеле. Ну, как тебе такой вариант, Юля? Нет? Нет. Нет? Ну, вот, видите, нет, нет. Юля говорит, может, ты с попутчиков какие-то полетишь. Может, говорит, как Леха, ну, бросишь клич, скажешь. Ребята, друзья, кто хочет полететь? Не знаю. Я же говорю, я пока еще не дорос до этого уровня. Думаю, наверное, пока что повременим. Подождем. Вот. И... Возможно, в будущем буду практиковать это. Ну, реально, очень классная цена. Очень классная цена, конечно, думаешь. На 7 ночей. Причем это не какая-то там безумная акция, безумный тур. Я так понимаю, что это нормально для зимы. Потому что Леха в том году летал за 300 долларов в декабре на двоих. На 7 ночей. Короче говоря, просто, скорее всего, что это? Городской отель. Скорее всего, там, ну, максимум за так бы включен. Даже если не включен, вообще ни капельку не расстраивайтесь. Потому что еда в Турции вкусная. Еды очень много. И когда мы там бывали с Юлей, мы даже ничего на улице и не попробовали. Потому что очень много было еды в отеле. Вот. Значит, побережье у нас отпадает. Остается что? Город Стамбул. Вот. В Стамбул, как вы поняли, мы уже туры выбирали. Мы уже показывали видео. Потихоньку думаем над Стамбулом. Но. Вот заходишь, думаешь, цена. Цена класс. Все нравится. Сейчас такие скидки. Там мы зашли на букинг. Отель, который стоил там 250. А, в рублях, да, мы смотрели. 250 тысяч рублей. Сейчас это 45 тысяч рублей. Просто вот на букинге сейчас. Бери, бронируй. И все. Вот. Думаешь, вообще цены просто обалденнейшие. Ну, действительно, очень дешево можно поехать. Но. В чем прикол? В погодке, как оказалось. Спасибо огромное. Мне начали много писать в комментариях, говорят. Там, советовать. Такое-то, или такое-то, или такое-то, или там, в каком районе поселиться и так далее. Но. Вот я заглянул, погода. Говорят, да, сезон дождей. Кто-то тоже обмолвился. Действительно, погода сейчас какая-то не очень хорошая стоит. Сезон дождей, в принципе, каждый день примерно плюс 5 градусов. Вот так вот стоит. Плюс 5. И дождь, дождь. Дождь, дождь. Вот давайте сейчас. Так, надо зайти. Ой. С-э-тэ. Нет, с-э-тэ. Да что ж такое? С-э-тэ. А-а-м-а. Булл. Погода. Стамбул. Погода. Прогноз Стамбул. Десять дней. Итак. С-э-п-э. На 10 дней. Сегодня у нас пишет 11 градусов. Потом 13, 12, 10. И 4, 3, 6, 7. Везде пасмурно, пасмурно, пасмурно. Облачно с прояснениями. Погода по месяцам. Ну, смотрите, да. Февраль 8 градусов. Средняя, ты понимаешь, температура. А, январь 8 градусов. И дожди. Короче, я так помню, что сейчас там в основном дожди, 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 дожди. Я бы, честно говоря, с радостью, наверное, полетел бы в этом месяце. Потому что 21 градус. Солнце. Это вообще привлекает. Ага. Видно, не видно. Вот. Я бы в этом месяце полетел, друзья. В этом, в этом. А сейчас вот январь у нас. В общем, поэтому, честно говоря, не знаю, кто бывал в Стамбуле в это время, напишите. Что там нормально нет. Потому что мы, когда были в Анталии, тоже каждый день практически писало дожди. Но на самом деле дожди не было. Ну, один день, два дня были дожди. А писала каждый день. И там, мол, все зальет, сейчас будет всем полный пипец. Не, ничего подобного. Все было отлично. Возможно, тоже. Это просто такой прогноз погоды дает. На самом деле все хорошо. Вот не знаю. Вот в чем главный вопрос. Куда еще думали полететь? Ну, во-первых, есть направление Азии. Мы сказали, что насчет Таиланда мы думаем. Точнее, не только мы думаем. Потом думали также Шри-Ланка. Сейчас, в принципе, можно, да, полететь. Там сейчас хорошая... Ну, ты цена нормальная туда. И по правилам нам все адекватно. Вьетнам вообще пока что не рассматриваем. Потому что там дурацкие правила. А снова-таки возвращаемся к Таиланду. Таиланд я таки не понял. Закрывается он обратно. Не закрывается. Вот еще, да. Вот еще что, ввязывается. Ты знала, кстати? Нет, Юль? Что? Что Таиланд, возможно, закроется в ближайшее время. Нет. Омикрон. Они боятся омикрона. Короче, все. Они прям там вроде как пытаются ужесточить. Не знаю, будет, нет. Ну, все анонсируют, что вот возможно, возможно, возможно. Хотя я смотрел сейчас цены на туры. Как были, так и есть. То есть сейчас отличные цены. Тур-поток, естественно, не такой большой. Потому что мало самолетов. Ну, в общем, вы понимаете. Только-только все возобновляется. И я не понимаю, как это возможно. Что неужели только-только эта отрасль начинает возобновляться. И они сразу закроют ее. Как-то вообще странно. Ну, хотя Таиланд столько лет был без туристов. Нормально жили как-то. Ну, хотя как жили. Я не думаю, что там хорошо. Сейчас в курортных городах. Тем, кто зарабатывал на этом. Наверняка тяжеловато. Итак. Шри-Ланка, вы поняли. Думаем, но так не думаем. Таиланд, вы поняли. Вьетнам, вообще не думаем. Ну, и остаются в другом направлении. Это, конечно же, Доминикана. Это Куба. Это Мексика. Туда что-то не знаю. Пока. Хотела бы, нет? Мексику. Мексику. Ну, я хотела бы. Просто перелет пугает. Угу. Это Таиланд тоже не тянет. Это Таиланд очень хочется. Ну, вот. Или тем более не была в Таиланде. Думаю, да, прикольно на самом деле. Ну, я был. Мне тоже, честно говоря, очень хочется. Потому что там, конечно, там интересно. Там меня... А Таиланд смотрю в Стамбуле. Где-где? В Стамбуле? Да. А ты на Бокке смотришь сейчас? Вот я зачитаю, смотрю. И что говорят тебе? Пока ничего. Выбирай, что нравится. Кто буду смотреть по фоткам. Так, включу нашу чудо-лампу. Так, давай. О! Отлично. Чтоб чуть-чуть было потеплее. Я говорил, там есть какой-то отель, 200... 226 тысяч. Да. А сейчас 45. Вообще не знаю. Кто... Как он называется? Фэр Хотел. Фэр Хотел. Шесть человек просматривали. Кстати, сейчас смотришь, очень много пишут. Там два человека просматривали этот же... Этнете же... Да это же маркетинговый ход. Думаешь? Ну, конечно, да. У меня раньше такое редко очень услышалось. Не-не, это сейчас... А сейчас там было именно жестко. Нормальные номера. Сейчас про этот отель почитаю. Фэр Хотел. Может, какую-то новую рекламу, наверное, делают хорошую. Да. Что-то пишет. Вот смотрите, да, тоже прикол такой. Думаешь, блин, зачем в Стамбуле прям хороший отель? Ну, в хорошем прям там какой-то мега-отеле жить? Ты же думаешь, все равно это городской отель? То есть ты пришел, ушел... С 17-го года. Ну да. Ну, как относительно. Ну, как не прям новый. Это не рекламный ход, явно. Ну да. Ну, на самом деле, если ты приходишь в хороший отель, то, конечно же, приятно. Конечно же, приятно. Ну, 45 тысяч, это 6 ночей, да? Да. 6 ночей, 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей, это примерно 600 долларов. Это только-только отель мы смотрим сейчас. Ну да. А можно полететь вообще легко за 400 долларов. Вот на двоих уже с перелетом, с завтраками, с трансфером. Ну, то есть пакетный тур покупаешь, 400 баксов предложений уйма. То есть 200 долларов на человека в Стамбул. Ну, вообще классно. Ну, не знаю. Я говорю, я что-то прогноз погоды начал смотреть. Меня что-то немного это испугало. Хотя надо тоже, надо советоваться. Вот поэтому, собственно, я записываю видео, думаю, спросить вас. Что погода, чем тебе напугала? 5 градусов и дожди. Это же такое. Каждый день причем стоит дождь практически. Я же сказал, да, подписчик, они говорят, сезон дождей сейчас там. Ну, я же говорю, может это как в Анталии, что там каждый день говорили, что будет дождь. На самом деле два дня были дожди и все отлично. И нормальная погода вообще была. В принципе, а еще и там же влажный, слушай. Там же ветер такой с Босфора, наверное, заходит хороший. Это ты про этот же смотришь, да? Нет, я просто каждый листаю. Так не будем отвлекать. Ну, Юля, хотела только что, а кошку пыталась найти. Что-то у нас кошка куда-то ушла. Вот, загуляла. Мы не гуляем, а она гуляет. Да, она цивилизованная, загуляла в прямом смысле. Просто гулять ушла. Это у нее такое бывает. Особенно, когда она дома посидит пару дней. А потом такой фью. И куда подальше. На пару дней точно свалит. Такая кошка именно очень любит гулять. Прям, не знаю, где-то жить на улице. Хотя она такая ухоженная. Все, такая шерсть у нее. Приходит, колтуны. Какие-то, не знаю, снова ее купаешь. Я думаю, всем она нравится. Так, все, друзья. Буду прощаться. Буду, не знаю, выбирать туры. Буду высыпаться. Потому что это очень нужная штука. Надеюсь, что, как сегодня, всем утра уже не буду ложиться спать. Лягу пораньше или вообще, наоборот, не засыпать тогда, чтобы восстановить свой график. Не знаю. Что-то очень как-то тяжело дается в этот раз у нас выбор. Надеемся, что кто долго мучается, у того что-то получится. Все, пока-пока-пока. Будьте счастливы, будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Собственно, заходите в наши инстаграм-странички. И, ну, хотя я смотрю, вот, что-то начал Стамбул смотреть. Думаю, вроде как бы где-то 8, 8, 8, 8 градусов. Не знаю, короче, прям. Будем, в общем, что-то думать. Все, пока-пока-пока. Будьте здоровы. Пока.